Обязанность по прохождению срочной службы рано или поздно возникает у каждого молодого человека, который является гражданином Российской Федерации, находится в возрасте от 18 до 27 лет и не имеет права на отсрочку или получение белого. Билеты без службы. Однако не всегда человек можно отслужить по призыву, существует ряд обстоятельств и исключений. В статье рассмотрим, какая отсрочка от армии при рождении ребенка в 2020 году. Какие льготы есть, чтобы не походить в службу? Действующим законодательством РФ предусмотрены некоторые виды отсрочки, такие как рождение детей, беременность жены, семейные обстоятельства, рассмотрим каждую из них. Отсрочка от армии по беременности жены. Зачастую молодые люди, которым по возрасту положено стать призывниками, думают, что если быстренько стать отцом или хотя бы предоставить справку о беременности, то удастся избежать срочной службы. Чтобы не попасть в неудобное положение, заранее изучите законодательство, которое гласит, что в 2020 году такой льготы нет. Поэтому стоит подумать, кто будет заботиться о вашей беременной девушке и впоследствии ребенке на время вашей службы. Есть, конечно, некая доля правды, ведь неспроста появилась такая версия об отсрочке по беременности, но тут другая ситуация. Действительно ее можно получить, но уже имея ребенка и если жена находится на большом сроке беременности, а именно 24-25 недель, и оформляется она опять-таки с полным пакетом справок. Первый ребенок может быть и от другой жены, главное подтвердить, что вы отец, и тогда по рождению второго сможете получить отсрочку от армии, отсрочка при рождении первого ребенка. Сам факт рождения у призывника первенца не дает права на отсрочку от армии. Скорее всего это связано с тем, что мать и сама может в течение года позаботиться о себе и о малыше. И оспаривать этот вопрос бесполезно, хотя рассуждая логически, как женщина с грудным ребенком может работать, но это наши огрехи в законах. Существует ряд случаев, когда действительно отсрочку можно получить по рождению первенца, если ребенок родится инвалидом, тогда отсрочка оформляется на срок до исполнения ребенку трех лет, но такого не пожелаешь никому второй вариант. Когда мужчина сам воспитывает одного ребенка без матери, но это нужно доказать и подтвердить документально, если родился второй ребенок. Для молодых людей, имеющих двоих и более детей, действительно предусмотрена отсрочка от армии, до 27 лет, необходимо ежегодно подтверждать данный факт и по достижению предельного возраста явиться в военкомат для получения военного. Билеты и закрыть этот вопрос. Какие льготы бывают по семейным обстоятельствам? К отсрочкам по семейным обстоятельствам, не связанным с появлением детей или беременностью жены, можно отнести болезнь близкого человека, который требует постоянного ухода. Если у юноши, например, тяжело болеет мать, то ему будет предоставлена отсрочка. К перечню таких родственников относятся мать, отец, родные, брат или сестра, бабушка, дедушка, опекуны или усыновители в случае, если призывник является опекуном младшего брата или сестры, если является единственным кормильцем в семье. Перечень документов для получения отсрочек. В случае, если призывник имеет ребенка-инвалида либо воспитывает малыша в одиночку, ему необходимо для оформления отсрочки пройти медицинскую комиссию, предоставить справку о составе семьи, свидетельство о рождении ребенка, справку. По инвалидности предоставить свидетельство о разводе с выпиской из решения суда, которым определено, что ребенок будет проживать с отцом, либо свидетельство о смерти матери или лишении ее материнских прав, выслушать решение о предоставлении. Отсрочки от призыва. Если в семье двое и более детей, то следует, молодой человек должен пройти всех врачей, взять справку о составе семьи, предоставить свидетельство о рождении детей, дождаться решения о предоставлении отсрочки от призыва. Условиями для получения отсрочки по беременности жены считается. У призывника с женой есть общий ребенок. Жена беременна вторым ребенком. Срок беременности составляет не менее 26 недель. Призывник подает все те же документы, что и в предыдущем. В случае плюс справку с женской консультацией о сроках беременности пособия и льгота жене призывника. Единовременная беременной жене военнослужащего срочной службы. Ежемесячная на ребенка военнослужащего по призыву возрастом до 3 лет. Пособие предоставляется по месту жительства органами пенсионного фонда при подаче полного пакета документов путем перечисления на карточный или расчетный счет, открытый в банке. Рождение ребенка всегда радостное и ответственное событие, требующее определенных усилий и затрат. Одной из важнейших задач является помощь и поддержка молодых родителей государством. Единоразовые и единовременные по беременности и родам по уходу за ребенком до 1,5 лет при постановке на учет в ранее сроки на ребенка военнослужащего по призыву при усыновлении беременной жене военного по призыву единовременное пособие. При рождении размер предусмотренных выплат. В 2017 году размер единовременного пособия BR в соответствии с законом для женщин составит 100% от средней заработной платы работающей женщины, 100% размера денежного довольствия для военнослужащих по контракту в минимальном размере. Исходя из мрот для всех остальных, в том числе и безработных для рожениц, которые получали высокую заработную плату, например миллион в год, существует предел по выплате пособия, например, 266 191,8 рубля. В общем случае, 368 865 рублей 78 копеек при многоплодной беременности, 296 613 рублей 72 копейки при осложненных родах. Больничный лист по беременности и родам выдается женщине на сроке 30 недель. При обычных родах лист нетрудоспособности дается на срок 140 дней, при осложненных на 156 дней, а если беременность многоплодная, то 194 дня. Рассчитывается выплата. Из расчета заработной платы за два предыдущих года до наступления декретного отпуска, например, сотрудница ушла в 2020 году, значит к расчету принимаем 2017 год и 2018 год. Для того, чтобы рассчитать размер декретных выплат, в 2020 году нам понадобится Количество дней в каждом году общий заработок за два года, с которого были уплачены налоги работодателям, в честь количества дней, которая женщина была нетрудоспособна, если таковые имелись число дней, которые она будет. Находиться на больничном по причине декрета в случае, если работница проработала менее шести месяцев или же ее доход составил ниже минимальной суммы по закону, то ей выплачивается пособие не ниже этой суммы – 34 521 рубль 20 копеек. В общем случае 47 836 рублей 52 копейки при рождении двоих или троих детей 38 466 рублей 48 копеек при осложненных родах, например, кесарево сечение, при постановке на учет на раннем сроке беременная сможет получить 613 рублей 14 копеек. Непосредственно, когда родится малыш и семьям, усыновившим ребенка заплатят 16 350,33 рубля. Жене военного заплатят 25 892 рубля 45 копеек. Также при появлении второго и последующего ребенка, рожденного до 31 декабря 2018 года, можно оформить материнский капитал в размере 453 026 рублей, но воспользоваться им можно только при достижении ребенка трех лет, на улучшение жилищных условий. На приобретение жилья, на учебе детей или пенсию матери ответы на часто задаваемые. Вопросы? 1. Вопрос. Какое единоразовое пособие положено жене призывника? Ответ. Единовременно выплата составит 25 892 рубля 45 копеек 2. Вопрос. Я бухгалтер на предприятии, оформляю декретные выплаты сотрудницы, какие положены выплаты ответ, для начала. 2. Необходимо определиться, участвует ли ваш регион в пилотном проекте, если да, то никакие проводки не потребуются, а если нет, то, при уходе женщины в декретный отпуск, вам предоставляют больничный лист, на основании которого вы рассчитываете. 3. Единовременное пособие по беременности и родам, в соответствии с ее заработной платой за последние два года, затем необходимо оформить пособие, если она встала на учет на ранних сроках беременности, когда родит, предоставляет следующей больничной. 3. По которому вы начисляете пособие по уходу за ребенком до полутора лет и единовременное при рождении, если у роженицы будут осложненные роды, то ей положена доплата к единовременному пособию по беременности и родам видеосоветы. 4. Берут ли? В армию с одним ребенком. В видео раскрывается информация об отсрочке от армии при рождении ребенка. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!